Реферат Это титульный лист, план, введение, разделы работы, которые являются основной частью работы, выводы или заключения и список использованной литературы. Титульный лист любой научной работы содержит официальную информацию о вас и вашем произведении. Если говорить о реферате, то его титульный лист должен указывать на следующие составляющие. Во-первых, название учебного заведения, в котором учится студент. Далее, название научной работы, а именно большими буквами реферат с указанием дисциплины, по которой реферат пишется. Чуть ниже название темы работы. Правее на листе информацию о группе специальностей и фамилии, имя, отчество студента, а также фамилия, имя, отчество преподавателя или научного руководителя. Внизу посредине пишется город, где реферат был написан и год его написания. Что касается плана работы, то он должен быть понятным и логичным. Располагается план сразу после титульного листа и имеет указания на номера страниц, которые соответствуют местонахождению данных пунктов в самой работе. При построении плана важно обращать внимание на соответствие темы и содержания работы. Примеры составления и оформления титульных листов, содержания, библиографии и приложения будут даны несколько позже. В рамках этой лекции мы поговорим о назначении структурных частей реферата, а именно введения, основной части, заключения. Введение принадлежит к наиболее ответственным частям реферата. И хотя здесь оно имеет объем 1-2 страницы, в них нужно уместить суть проблемы выбранной темы и аргументации по ее актуальности. Другими словами, во введении автор должен ответить на вопрос, почему эта тема исследования представляет важность и интерес для вас, церкви или общества в целом. Также во введении приводят сведения о степени освещенности данной темы в литературе. Возможно включение и других пунктов, таких как предмет, объект, цель, задачи и краткий обзор литературы по теме. Качественный реферат, глубоко освещающий выбранную вами тему, должен иметь выделенный объект и предмет исследования. Объект исследования – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – это наиболее значащие с теоретической или практической точки зрения особенности, это стороны объекта, которые необходимо исследовать. При написании научного труда, объект и предмет исследования соотносятся между собой как целая и часть, общая и частная. То есть предмет – это то, что находится в границах объекта. Иными словами, это часть объекта. Также в обведении кратко оценивают состояние исследования научной проблемы. При этом необходимо осветить ряд известных вам в науке подходов к решению поднятой проблемы в историческом контексте, а также перечислить ряд авторов, занимавшихся решением данной проблемы в прошлом. В кратком обзоре литературы и источников, с которыми вы работали, надо оценить их полезность и доступность, а также выразить свое отношение к их содержанию. Важной частью как введения, так и всего реферата является формулировка целей и определение задач работы. Основной педагогической целью, которую преследует преподаватель, давая студенту задание написать реферат, является мотивирование студента самостоятельно и более глубоко разобраться в каком-либо явлении или понятии. Пользуясь терминологией Бенджамина Блума, знание, восприятие, то есть понимание, следует считать минимальной целью обучения на когнитивном уровне. Вот почему при написании реферата от студента требуется продемонстрировать знание и правильное понимание изучаемых явлений и понятий. Соответственно и цели реферата формулируются с помощью таких глаголов, как исследовать, изучить, определить, осветить или глагола рассмотреть. Определение задач реферата – это выяснение этапов достижения цели. Таким образом, цель по своей сути шире задачи и должна охватить объемом все задачи. В реферате обычно формулируется несколько задач, обычно их бывает две или три. Задачи излагаются списком в виде перечисления. Поставленные задачи определяют структуру работы. Описание их решения составляет содержание разделов и глав работы. Из формулировки задач вытекает название глав, то есть разделов и параграфов подразделов работы. Таким образом, в этой части лекции мы начали рассматривать компоненты, из которых состоит реферат. И разобрались с тем, как оформлять титульный лист и писать введение. Продолжение следует...